Приподнятые настроения царило ранним утром 9 июля в Доме офицеров военного городка Сергеев-Пасад-6, известного как поселок Вакцина. Депутаты разных уровней, глава округа и другие официальные лица приехали сюда с поздравлениями Сергею Борисевичу, ставшему за разработанную вакцину от COVID-19 лауреатом Государственной премии России, которую 12 июня ему вручил в Кремле президент Владимир Путин. Государственная премия Российской Федерации присуждена Борисевичу Сергею Владимировичу, члену-корреспонденту Российской Академии Наук, начальнику 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации. За совместную работу по созданию вакцины «Спутник Ви» премию также получили сотрудники Национально-исследовательского центра имени Гамалея, директор Александр Гинсбург и его заместитель по научной работе Денис Лугудов. О своем отношении к вакцине и к людям, которые ее разрабатывали, высказались депутат Государственной думы Сергей Пахомов и главный врач Сергеево-Пасадской районной больницы Олег Дмитриев. «Замечательные, я бы даже сказал, великие люди, которые занимаются великим делом спасения мира от разных нехороших вещей. Вы знаете, да и все мы знаем, ну или догадываемся о том, что вакцина, одна из вакцин была разработана, в том числе и у нас здесь, и, конечно, теми людьми, которые живут и работают у нас. Вот сегодня мы с Сергеем Владимировичем поговорили об этом, ну и, конечно, поговорили о самой вакцине, о самих вакцинах, о самом коронавирусе, чтобы еще более активно в массы нести правду». «Я очень рад и горд, что я, скажем, одномоментно проживаю в этом городе с таким человеком, который удостоен был Государственной премии за тот вклад, который институт в целом руководимыми внес вот в общее дело, скажем, борьбы в том числе и с коронавирусной инфекцией, и с вирусом Эбола». Сергей Владимирович Борисевич рассказал представителям местных СМИ о передовых разработках новых эффективных препаратов. «30 лет молекулярная биология разрабатывала те или иные вакцины. При этом на рынке были препараты только в отношении онкобольных, именно разработаны с помощью генной инженерной технологии. А в мире и в России появились вот эти вакцины фактически с приходом лихорадки Эбола в 2014 году, ну и сейчас новой коронавирусной инфекцией. Фактически для того, чтобы в экстренных случаях разрабатывать эффективные препараты, именно разработки молекулярно-биологических вакцинных препаратов будут идти всегда впереди, потому что по старой традиционной технологии это годы. Вакцина, она уже практически два года получается, как реализована. По эффективности, эпидемиологической эффективности, даже в отношении индийского варианта, она защищает 83%. Поэтому я не говорю о бразийском варианте, об английском варианте, о вакцине первичном, которой в марте месяце выделены штаммы. Поэтому пока на данном этапе вакцина эффективна. Надо и дальше продолжать изучать этот возбудитель. И я думаю, совместным путем где-то, глядишь, и будет просвет в конце туннеля. А пока, на мой взгляд, надо работать. Какова эффективность вакцины «Спутник Ви»? Далеко ходить не надо. Ладно, наша страна. В Аргентине 7 миллионов человек привито этой вакциной. Если бы она была плохая, никто бы ее там не применял. 67 стран разрабатывают. Из 10 стран, которые начинают производить, 3 уже страны, они нарабатывают уже этот препарат за рубежом. Когда такое было? Елена Георгиева, Ярослав Акимцев. День города.